Просьбы заключенных в Украине россиян об обмене понятны, но сложно реализуемы. Об этом сегодня заявила уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. На этой неделе ее украинская коллега Людмила Денисова рассказала, что почти два десятка россиян, которые находятся в местах лишения свободы в Украине, обратились с просьбой к российскому президенту Путину способствовать их обмену на украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах. Ранее о необходимости обмена заключенных друг на друга заявляли многие российские и украинские правозащитники, политические деятели. Как заявила сегодня Москалькова, ситуацию осложняет наличие у большинства заключенных двойного гражданства, а Конституция Украины, как и России, запрещает выдачу своих граждан другому государству. Нужно найти какие-то механизмы, сказала Москалькова. Сейчас мы пытаемся связаться с Людмилой Денисовой, уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. На связи ли с нашей студией Людмила Денисова? Нет, к сожалению, пока не удается нам связаться. Что ж, будем продолжать пробовать. Ну а пока продолжим разговор об этой теме. Разговор о необходимости обменять украинских заключенных на российских заключенных идет уже на протяжении нескольких недель, нескольких месяцев, как в российском, так и в украинском обществе. Известно также, что об этом разговаривали по телефону президенты Путина и Порошенко, а также уполномоченные, уже упомянутые, Москалькова и Денисова во время своих встреч. Пока, впрочем, во всяком случае, публично эта тема, судя по всему, никуда с мертвой точки не сдвинулась. Что же мешает? Этот вопрос я адресую политическому корреспонденту РТВА Ирине Нагорных, она в студии. Ирина, приветствую. Итак, действительно, что мешает? Украина не раз заявляла о готовности обменять российских заключенных на украинских. Мы помним, что в Минске, где проходят переговоры контактной группы по регулированию ситуации на востоке Украины, был представлен даже некий список Украины, потом был еще один список представлен тех украинцев, которых Украина хочет из тюрем российских получить, и россиян, которых готовы взамен отдать. Что же мешает? Кремль не готов? Ну, те источники, с которыми я имела возможность обсудить эту ситуацию, они говорят одно. И те, кто общается с Татьяной Маскальковой непосредственно, и те, кто входит в контактную группу и следит за ситуацией с обменом заключенными по этой линии, они говорят одно. Не хватает политической воли. То есть причина одна. Конечно, то, что сказала сегодня Татьяна Николаевна, это свидетельствует о том, что российская сторона берет очень большую паузу, что фактически переговоры приостанавливаются. Потому что если до сих пор речь об обмене заключенными шла вне всяких соглашений, то теперь фактически юридические припоны выставляются на первый план. То есть мы бы рады, но это сложно. Да, но нужно соглашение. Но нужно соглашение. То есть все переговоры обнулились, они отошли, как я понимаю, на нулевую отметку. И мне кажется, что на самом деле уполномоченных по правам человека, мы же знаем, они подсчитывают тех людей, которых Россия хотела бы забрать. У нас есть, если можно показать нам тот список, это 34 фамилий, которых Россия считает незаконно удерживаемыми и хочет забрать, готова обсуждать их освобождение и забрать их в Россию. Но сейчас, я так понимаю, что основным камнем проткновения являются несколько фамилий, которые вызвали широкий политический резонанс. То есть мы предположить, что это, например, Сенцов, Клик, Карпин. Да, с одной стороны это Олег Сенцов, с другой стороны это Кирилл Вышинский. И украинская сторона рассматривает Олега Сенцова как политического заключенного и включает его в те списки, которые хочет обсудить с уполномоченным по правам человека. Но не уполномоченным по правам человека, ни контактная группа не готова обсуждать фамилию Сенцова и просят для него выделить особый порядок. То есть это вопрос о помиловании, так же, как это было в свое время сделано по Надежде Савченко. То есть отдельно вести переговоры по конкретным людям, не включая в списки. По остальным вопросов, насколько я понимаю, не возникает. И если вот эти вот основные противоречия по основным персонам будут сняты, то остальных обменяют с большей легкостью. Если я правильно понимаю, то помимо всего прочего, всех абсолютно очевидных политических проблем и проблем, связанных с отсутствием политической воли, вот этот самый юридический казус, про который сегодня говорила госпожа Маскалькова, он как раз и мешает сравнивать дело Сенцова с делом Савченко, потому что Савченко была помилована, как мы помним, и затем, по сути, депортирована, выдана Украине. Олег Сенцов таким образом, с ним таким образом поступить нельзя, потому что если он будет помилован, Российская Федерация не может его высосить, поскольку он российский гражданин, по мнению Российской Федерации. Тихон, давай не будем обсуждать это в таком ключе, потому что на самом деле это казуистика. Мы же понимаем, что проблема заключается не в том, кто является чьим гражданином, не в том, какие обвинения были предъявлены формально. Это политический вопрос, и он может быть решен только принципиальным образом. Заключается политическая договоренность между двумя государствами, между президентами стран. Есть ли спрошение о помиловании, будет ли оно удовлетворено, и есть ли желание такое. Вопрос только в этом. Это можно обставить каким угодно образом. Сейчас такого желания мы не наблюдаем. И слова Татьяны Москальковой, которые она произнесла сегодня, о том, что необходимо выработать соглашение, это ведь период определенный, который делает переговоры сейчас невозможными, он говорит о том, что все подвешено. Спасибо. Ирина Нагорных, политический корреспондент RTVI в московской студии нашего телеканала. А сейчас к нам присоединяется по скайпу Лев Пономарев, российский правозащитник. Лев Александрович, я приветствую вас. Слышите ли вы московскую студию RTVI? Здравствуйте. Да, я вас слышу. Да, приветствую вас. Скажите, как вам кажется, вот из этой, по сути, тупиковой ситуации, в которой оказались как Россия, как и Украина, поскольку власти и той, и другой страны заявляют о необходимости получить домой своих граждан, но этого не происходит. Какой выход вам видится оптимальным? Для того, чтобы они прекратили эти политические торги и понимали, что Сенцов находится на грани жизни. И потом, я не могу сказать, что я внимательно слежу, могу точно сказать, где чья вина больше, да, вот в этом политическом торге. Она существует, видимо, может быть, из двух сторон. Но ответственность за жизнь, они готовы ради политических соображений пожертвовать человека, человеческой жизни. Конечно же, это выглядит омерзительно, я бы так сказал. И вот это общество российское хотят убедить, что якобы он там выжить может еще и дольше. Но мы понимаем, насколько эта человеческая жизнь довольно хрупкая, сосуд, да. И, может быть, вот он сегодня достаточно выглядит благополучно. Вот там его видела Зоя, специально показали Зое Световой. Она не увидела, что он, хотя там он плоховато выглядел, но не сказал, что он при смерти, допустим, да. Но, может быть, завтра он... Вы сказали, что он находится в предкритическом состоянии. Да я понимаю, да, но в предкритическом, ну, вот не критическом, скажем так, не то, чтобы он умерял. А вот поэтому ответственность огромная. А и все это вылетом резит. Вот так единственное, можно сказать. К сожалению, вот российское... Было бы неплохо, если бы мы завтра могли позвать людей, чтобы они вышли на улицу и потребовали прекратить этот политический торг. Но у меня есть ощущение, что, так сказать, не выйдет новый народ. Вот, к сожалению. История такая. Скажите, но здесь ведь это движение в двух направлениях. Стороны должны быть обе готовы к этому обмену, поскольку есть российские граждане, которые находятся в украинских тюрьмах. И обвинения, которые, во всяком случае, к некоторым из них предъявлены, также вызывают большое количество вопросов. Есть украинцы, которые находятся здесь, в Российской Федерации. Какой выход? Выход – проявить политическую волю. Если бы хотя... Я не очень... Не знаю, могу ли я упрекать Порошенко, потому что я не следую за его действиями. Но про Путина, как президента своей страны, могу сказать определенно. Он безразличен к судьбе Порошенко и к судьбе россиянам, которые находятся на Украине. Если бы он был более энергично действовал, я думаю, что обмен давно уже произошел. Был бы... Он бы и помиловал. Если требуется отдельный подход к Сенцову, он бы это сделал. Мы прекрасно знаем, что Сенцов не является российским гражданином. Все это мелочи. И Баскалькова, которой, в общем, я достаточным уважением отношусь, мне горько, что она произносит. Именно у Стави Баскальковой говорится какие-то вещи неприятные. Но это не ее решение. Это она озвучивает решение Владимира Владимировича Путина, в общем-то, и неготовность ему действовать что-то определенным образом. Вот. Не знаю, что еще... Ваша позиция. Благодарю вас. Лев Пономарев, российский правозащитник, на прямой связи с московской студией РТВА. РТВА.